Привет! Сегодня мега полезное видео о трудоустройстве в Арабских Эмиратах. Обязательных просмотров всем, кто планирует переезд в Дубай, дабы не питать иллюзий и адекватно оценивать свои силы. Сколько зарабатывают в Дубае, какие профессии действительно востребованы, легко ли найти работу и, собственно, где искать. Обо всем этом далее в выпуске. Меня зовут Заплатинская Лариса Анатольевна. Я живу в Эмиратах уже 28 лет. Сюда я приехала в качестве переводчика с английского языка и устроилась переводчиком и администратором в нефтяную компанию. И с тех пор от простого администратора я совершила путь до HR-директора крупного инвестиционного фонда. История ни одного часа, это очень долго рассказывать. Иными словами, Лариса – профессиональный HR-консультант с многолетним опытом работы в Эмиратах. Хилла Нолтон меня пригласил. Это пиар-компания британская, очень крупная, очень известная. Она работает для международных компаний. Там я уже была HR-специалистом. После Хилла Нолтон меня пригласила Williams International. Это компания. Они были партнеры Накхилл. Их Накхилл специально выписал из США для того, чтобы построить GLT. То есть я участвовала в строительстве GLT. Я помню, когда мы жили еще в маленьких сарайчиках. То есть это была полностью пустыня, еще не было ничего. То есть GLT вырос на моих глазах. И более того, я участвовала в строительстве. Я нанимала сотрудников. Это был очень уникальный опыт, потому что у меня были возможности нанять любых лучших архитекторов мира. Так мне вот Накхилл сказал. То есть я могла в любую страну, США, Великобританию, где я найду лучших архитекторов, позвонить и пригласить их сюда работать. То очень много было желающих, потому что это стройка века. И многие архитекторы стремились сюда попасть, именно чтобы увековечить свое имя и поучаствовать в чем-то таком именно передовом, уникальном. Ну, платили тоже неплохо, хорошо платили. Итак, строительная отрасль для трудоустройства в Дубае. Кто был выбирать, знает, что Дубай – одна большая стройка. Значит, и квалифицированные строители здесь тоже нужны. Но так ли это? Чтобы работать на таких профессиях, нужен хороший английский. Потому что нужно проходить технику безопасности, нужно сдавать экзамены по технике безопасности, прежде чем вас допустят работать на сайт. К сожалению, у наших соотечественников из России английский не на таком уровне, чтобы их сюда приглашали. Более того, мне сказали, сколько я пыталась из России привлечь специалистов, всегда у работодателя был один ответ, что они слишком дорогие, в других странах можно найти подешевле и лучшего качества. Вот лучшего качества я, может быть, поспорила бы. Одна из таких черт, которые работодатель приводит, это лень. Что ленивые. Может быть, они ожидают, что здесь есть люди, которые готовы работать сверхурочные и ничего за это не получать. И этим они избаловали работодателя. И здесь, да, здесь надо очень много работать. Наши люди, они не подчиняются беспрекословно каким-то инструкциям. Они все-таки, у них творческое мышление, и у них своя позиция, свое мнение на любую инструкцию, которую им дает работодатель. Не всегда работодатель готов к этому. Они начинают давать советы там, где их советов не просят, где нужно просто пойти и сделать. Смотрите далее. Каких профессионалов в Дубае действительно ждут, а каким лучше остаться дома? Сколько зарабатывают в Дубае и где искать вакансии? А пока у меня для вас будет еще одна полезная информация. Это один из популярных районов Дубая – GVC. Знаете ли вы, что те, кто купил здесь апартаменты полтора года назад, сегодня могут продать их дороже на 80%? Заметьте, район не у побережья. Тем не менее, это не мешает доходности, зато делает инвестирование более доступным. Подобная капитализация – абсолютно частая и реальная история для Дубая. Главное – выбрать правильный объект, чтобы в условиях нарастающего финансового кризиса не только сохранить свои средства, но и приумножить и получать пассивный доход. Дубай – это мировой хаб, центр торговли и туризма. Здесь находится самый загруженный аэропорт мира и лучшая авиалиния. Дубай входит в тройку городов мира, в которых количество туристов превышает численность местного населения на 459%. И турпоток ежегодно только растет. А значит, и потребность в комфортабельном жилье увеличивается. Вы смотрите это видео, потому что ищете надежные инструменты инвестирования в эти нестабильные времена. Так вот, в этом году приток капитала в Дубай обновил свои рекорды. И, конечно же, неспроста, потому что все богатые и успешные люди мира уже имеют свою недвижимость в Дубая. Вот вам еще один реальный пример, как за 4 месяца сделать 1 миллион долларов. Район Джумейра Бич Резиденс. Проект «Адрес Резиденс» – жилые апартаменты с одним из лучших видов на Персидский залив. Пример, когда человек купил в ноябре 2021 года недвижимость в проекте «Адрес Джибиар», который находится напротив колеса обозрения, самого высокого в мире, напомню, и за 4,5 миллиона дирхамов, и сейчас ему предлагают за эту же недвижимость 8-8,5 миллиона дирхамов. То есть он миллион долларов заработал за 4 месяца. Важно для инвестирования вам не обязательно иметь полную сумму, так как в Дубае действует система рассрочки от застройщика, не через банк. Вы можете выбрать пеймент-план 3, 5, 8 лет. Хотите так же? Грамотный брокер подберет для вас лучшие варианты для инвестирования в самых перспективных районах. Контакты брокера, которому доверяю лично я, я через него оформила свои сделки, оставлю в описании под видео. Торопитесь, хороших объектов не так много, и они очень быстро расходятся. Ждут специалистов определенных профессий, так можно сказать. Во-первых, ждут наших медиков, врачей, медсестер, потому что уже убедилась, это страна, Эмираты конкретно, что наши медики очень хорошего качества. Делают, выполняют качественную работу, и они очень ответственны. Конечно, у нас есть наша негативная страна. Людям из России сложно адаптироваться к культурам, именно выстроить взаимоотношения в той же клинике, в той же больнице. Но, тем не менее, наш медперсонал, врачи, медсестры, любой медперсонал здесь очень востребован. Конечно, нужно сдать, опять же, нужно владеть очень хорошо английским, потому что нужно сдать экзамен на получение лицензии, это все на английском языке. Очень востребованы наши тренеры. Все, что связано со спортом, тоже убедились, что у нас очень высокого качества, высокого уровня. Наши преподаватели хореографии, балета, музыки, вот это все востребовано. Неужели юристам, бухгалтерам здесь делать нечего? Ну, нельзя так категорично говорить, что нечего делать. Но юристов, вот это самая менее востребованная специальность, не только из России, а из любой страны. Во-первых, здесь адвокатами, и в нашем понимании юристами могут работать только граждане этой страны. Все остальные, кто работает юристом или позиционирует себя юристами, они не адвокаты, они не имеют права вести адвокатскую практику, они не судьи, они не прокуроры, они просто советники. Юристам здесь придется заново обучаться всему. Совсем другая система. То же самое касаемо бухгалтеров. У нас совершенно другая бухгалтерская система. В России и здесь она другая, здесь работают на совсем других софтах. Если человек готов адаптироваться, то он готов это изучить заранее. Потому что когда он сюда приезжает, работодателю не надо, что я умею, я быстро обучаю, я все могу. Ему надо уже увидеть, что у вас есть этот опыт. Работодатель, вот это ошибка многих. Я такой уникальный, я все могу, я это смогу, это смогу. Работодатель смотрит только на то, что вы уже делали. Вот что вы делали, вот только на это он и смотрит. В чем у вас есть опыт. Маркетологи, рекламисты, продажники? Сложно сказать, потому что рынок перенасыщен. Рынок перенасыщен и очень много маркетологов из других стран. И каждый адаптируется под себя. Работодатель тоже. Если это индийский работодатель, то им проще взять индийских маркетологов. У них общее понимание быстрее и ближе. То есть они уже понимают, маркетологи понимают, что нужно работодателю. А человек не этой культуры, он пока поймет, что именно нужно. И потом опять маркетологи, творческая профессия. И вот к этому мы возвращаемся. То, что у них свое видение, они предлагают свое. И работодатель не всегда с этим согласен. Работодатель часто хочет, чтобы четко выполняли его инструкции. И то, что предлагают, допустим, российские или даже украинские маркетологи, очень хорошие, непонятно. Работодатель, то есть неумение выстроить коммуникацию таким образом, чтобы убедить человека и чтобы дать ему понять, что ему это выгодно. Непонимание культуры можно преодолеть, если есть желание. Уверена, этот выпуск непременно смотрят айтишники. Напишите привет в комментариях, если это вы. Казалось бы, грамотные айти-специалисты нужны в любой стране мира. А в Дубае еще и зарплаты приятные. Так ли это? Еще до ковида были хайкеры российские. Меня просили найти хайкеров, потому что здесь сейчас в Эмиратах строит острый вопрос кибербезопасности. И поэтому ищут хайкеров, чтобы проверить свою систему кибербезопасности. Каждый работодатель, большие корпорации, банки, те, кто могут платить хорошие деньги. Потому что сейчас это острая проблема в Эмиратах, поскольку у Эмираты здесь приток инвестиций, приток денег. А там, где большой приток денег, там всегда очень много мошенничества. И это не только на финансовом уровне. Вот я работала в компании, у нас была, одна из наших платформ была платформа здравоохранения. И у нас случилась хакерская атака именно на сети больниц. И это очень страшно. Когда, потому что сейчас все лечение делается через искусственный интеллект, очень много приборов, препаратов, через препараты, люди, которые подключены к препаратам и жизнеобеспечению, которых зависит от препаратов. И все это отключилось вдруг внезапно, одномоментно, только из-за какой-то хакерской атаки. Это очень страшно. Это не только деньги, это еще жизнь и здоровье людей. Поэтому и этот вопрос стоит на федеральном уровне. И правительство привлекает сюда людей, которые занимаются кибербезопасностью, которые могут обезопасить страну. И занимаются очень привлечением людей, конечно, айтишников, которые могут разработать программы, искусственный интеллект. То есть страна очень передавает, движется вперед. Все время какие-то инновации именно в этой индустрии, в этой сфере. Но не все так просто. В теории грамотные айтишники нужны во всех странах. Но на практике многие столкнулись с тем, что получить реальный оффер в Дубае крайне тяжело. Смотрите сами. Вот на эту вакансию, например, за неделю подано полторы тысячи заявок. Причем подавляющее число соискателей находится или в самих Эмиратах, или в Пакистане, или в Индии. А вот здесь за семь часов с момента публикации на скрам-мастера подано 600 заявок. Это видео-рилс в Инстаграме на данный момент набрало 3 миллиона просмотров. На нем день открытых дверей в одну из компаний Дубая, когда ты можешь попасть напрямую к HR. Вы должны это знать и не питать иллюзией. Это связано с дичайшей конкуренцией, которая началась с весны и с ограниченным количеством рабочих мест. Кроме этого, есть еще один важный фактор, который очень сильно работает в Дубае. Между собойчик такой, между своими. Разумеется, что большая часть населения здесь индийцы, выходцы из Индии. Это от общего процента экспатов, это где-то 80%. Поэтому имеет место демпинг рынка труда. Зачем брать русского тестировщика за 20 тысяч дирхамов, если можно взять индийского за 5? И берут, порой закрывая глаза на квалификацию и уровень знаний. Индийцев-то всегда было больше. Они здесь зарождали всю экономику еще в 60-х годах, еще до того, как эта страна появилась, как страна объединили все эти Эмираты. Они здесь зарождали торговлю всю. И поэтому, конечно, они захватили свою нишу. Большую часть рынка захватили именно выходцы из Индии. И когда бизнес настолько сильно свернулся, конечно, на всех ключевых позициях сейчас стоят индийцы, и они стараются помочь своим соотечественникам. Причем их тоже достаточно много хороших и квалифицированных. Но опять же не факт, что работу получают самые лучшие, самые квалифицированные. Напишите в комментариях, хотели бы вы поработать в другой стране. Или у вас уже есть опыт. Насколько быстро адаптировались. Что было самым сложным. В конце выпуска мы дадим адреса порталов для поиска работы. Оставайтесь с нами и не забудьте подписаться на канал. В Эмиратах придется очень много работать. По крайней мере, на первых порах очень много. И вообще, в принципе, Эмираты динамичная страна. И здесь, чтобы получить работу и чтобы удержаться на этой работе, нужно иметь большую выносливость. Не среднего уровня. Выше. Гораздо выше. Очень большую выносливость. Если у человека слабое здоровье, слабая выносливость, я не рекомендую ему ехать сюда. Потому что он тогда просто еще больше угробит свое здоровье. У меня таких случаев очень много. Очень много на работе, к сожалению. И плюс еще, здесь дорогая медицина для бесплатных. Да. Здесь нет бесплатного медицинского обслуживания. Люди должны понимать это. Здесь есть оказание срочной медицинской помощи. Бесплатной. В первые 24 часа, если случилась авария или какой-то несчастный случай, здесь есть государственные больницы, которые первые 24 часа оказывают бесплатную помощь. Но после 24 часов даже там включается счетчик. И он не будет маленький. Существует убеждение о космических зарплатах в Дубае. Так ли это? Давайте посмотрим. Давайте смотреть. Берем IT-классику. Вакансию проектного менеджера. По данным портала Glassdoor, оклад начинается от 15 тысяч дирхамов. Повар получает в Дубае от 800, в среднем 3000 дирхамов. Водитель такси – 8000. Оклад официанта начинается от 2000 дирхамов. Средний заработок бармена доходит до 22 тысяч. Вилка зарплат здесь огромная. Если даже взять по медикам, это может быть от 5000 дирхам зарплата до, я не знаю, я даже слышала такие суммы, что люди зарабатывали до 400 тысяч дирхамов в месяц. Но это, я так думаю, это какие-то одноразовые клиники. Это когда уже хозяин, врач сам, и у него сеть клиник и по всему миру. То есть это уже самые брендовые. Я таких не встречала. Самые большие зарплаты медиков, которые я встречала, это около 60 тысяч. 60-65 тысяч дирхамов в месяц. Плюс другие льготы. Страховка на всю семью, авиабилеты на всю семью. Могут быть бонусы, там, премиальные. Если мы говорим о рабочих, разнорабочих и рабочих специальностей, то это может быть от 800 дирхам плюс проживание, потому что за 800 дирхам вы ничего не дойдете. От 800 дирхам плюс проживание до 3000 дирхам, ну, максимум 5000 дирхам. Итак, с чего же начать, как искать открытые вакансии и направить свое резюме? Первый – это LinkedIn, потом Indeed, Glassdoor, Galftalent.com, Bait.com, Nokri.com и MonsterGalft.com. Зарегистрироваться там и сделать свой профиль на этом портале и отслеживать, сделать автоматически, автоматическую подписку, чтобы автоматическая рассылка была всех имеющихся вакансий вот именно на ту позицию, которая вас интересует. Это вот через порталы. Первое, второе – это LinkedIn. Искать нужные контакты, связи через LinkedIn, эту платформу, там очень много. Можно найти. Третий способ – это через рекрутинговые агентства, Executive Search, тоже списаться, зарегистрироваться с ними или на их веб-сайтах. Потом непосредственно в самих компаниях, которые вас интересуют. Если это крупные, большие компании, то у них, как правило, есть свой веб-сайт, где они публикуют все вакансии. Тоже можно сделать автоматическую подписку и будет присылаться уведомление автоматическое, если у них какая-то новая вакансия появилась, то есть вы сразу можете отреагировать. Если уж Москва слезам не верит, то Дубай не верит им в стране. И лучше, если вы не будете питать иллюзий, а основательно подготовитесь к своему переезду. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин